Сегодня студия «Ночное такси» представляет вам интервью с Гариком Кричевским. Это, дорогие друзья, запись, которую мы делаем перед концертом. Если быть точным, до концерта, который вы увидите на этом диске, остается совсем немного времени. Если быть точным, остается всего лишь 4 часа. Мы приехали с саундчека, и я решил записать это интервью для вас. Гарик, я очень рад тебя видеть здесь вновь. До сегодня получилось, что мы с тобой общались часто, но общались по телефону. А вот так вот, что называется, в Яве. Ты был у меня в гостях 6 лет назад. Ты был на концертном фестивале памяти Аркадия Северного в 2000 году. С тех пор фактически твоих концертов, таких вот нормальных концертов, серьезных, которых ты достоин, в Петербурге не было. Поэтому я начну со слов благодарности тебе. Я очень рад, что ты приехал ко мне, приехал со своим новым коллективом, приехал с большой командой. И сегодня мы не просто дадим возможность в Петербурге послушать тебя, а мы сделаем тебе профессиональное видео, которое, я считаю, очень-очень нужно для твоих поклонников и для тебя. Поэтому вопросы в этом коротком интервью, естественно, в первую очередь будут касаться твоего творческого пути, то есть того, с чего ты начинал, что наверняка очень важно для тех, кто будет смотреть этот музыкальный фильм. Ну и, конечно же, того, что стоит ожидать от Гарько Кричевского в 2006 году. Итак, самый первый мой вопрос относительно того, как и когда ты начинал. Наверняка это очень-очень важно для тех, кто любит тебя, а еще более важно для тех, кто только начинает знакомиться с твоими песнями. Начало сложный вопрос, потому что у меня их несколько было. То есть, если говорить о том, когда я записал свой первый альбом, наверное, наверное, будем оттуда отсчитывать. Произошло это в 89-м году. Этот альбом, я думаю, в Питере не слышали, потому что у меня даже его нет. То есть, как бы, альбом был записан в студии моих друзей, а студия представляла просто комнатку, где репетировала в то время модная в нашем городе группа «Город» она называлась, рок-группа. И вот мне надо было музыкантов, рок-музыкантов переубедить, точнее перестроить, чтобы они записали тогда этот жанр, пока ты не придумал шансон, слово, этот жанр называли «Городской романс». В жанре городского романса рок-музыканта сыграли со мной порядка 12-13 песен, которые записывали следующим образом. Значит, я брал гитару, становился у микрофона, играл и пел песню. Они подбирали просто под меня, вот так вот, там, 20 минут у нас уходило, там, 30 на репетицию так называемой аранжировки, которая придумывалась на ходу. Потом мы записывали. То есть, это была, конечно, полнейшая, как музыканты говорят, шара. Но, тем не менее, это был первый выстрел, и он был успешный, потому что этот альбом, записанный на магнитофон «Юность», двухдорожечный, был украден. Как потом уже, через много лет выяснилось, что не украден, а продан музыкантам, одним из музыкантов группы «Город», некоему кооперативу «Лира», тогда уже начиналось кооперативное движение, эпоха Горбачева. Вот, и он получил такую региональную известность. Этот альбом, то есть, он гулял в городе у нас, кассеты эти переписывались, из рук в руки, вот. И так оно в городе и заглохло. Вот, поэтому, как бы уже говорить о профессиональном каком-то движении, это произошло уже в 92-м году, 92-93-й год, я записал два альбома подряд, и вот эти альбомы уже, они уже меня сдвинули на гастрольные рельсы. То есть, меня вернули из Германии, собрав мне полный зал в Украине, у нас там 3000, по-моему, это концертный зал в Киеве большой. Вот, то есть, я до этого момента представлял, что там может Пугачёва собрать этот зал, там ещё кто-то. Вот, когда я выхожу и вижу, что сидит 3000 человек, вот, конечно, я был шокирован, и понял, что можно заниматься гастрольной деятельностью. И начал всё сначала, начал переучиваться. Пробовал учиться стать артистом. Так вот, прямо на сцене, в залах, в полных, и всё это произошло. Без всякого опыта, без специального образования. Если говорить о музыкальном образовании, то у меня музыкальная школа по классу фортепиано, на этом всё. То есть, высшая медицинская. И вот так вот, ну, вроде говорят, научился. То есть, дослужился до заслуженного артиста Украины. Надеюсь, стану когда-нибудь заслуженным артистом России. Я в этом городе бываю очень редко. И вот приехал на какие-то часы. Со мной гитара, чемодан, сиреневетка. И сердце полное загадочной мечты. Моя знакомая живёт на Бессарабке. Нас разделяют километры и годы. И я ношу в своей потрёпанной тетрадке. Лишь для ни одной понятные слова. Я думаю, что нашей аудитории интересно узнать о творческих ориентирах Гарика Кричевского. Гарик, ну, наверное, вопрос уместный, в первую очередь, потому что ты сам создаёшь и стихи, и музыку очень много лет. И совсем недавно, в 2004 году, мы праздновали, и достаточно широко это осветили на нашей радиостанции, на радиошансон, десятилетие твоей творческой деятельности. А вот творческие ориентиры для тебя, как для автора и исполнителя песен. Об образовании ты сказал, что касается того, как выходил на профессиональную сцену, мы сейчас услышали. А вот именно творческие ориентиры, вот для тебя, человека, который сам создаёт современный городской роман, с которым мы для краткости именуем шансоном по-русски. Вот какие ориентиры в прошлых именах, в прошлых эпохах этой музыки, которые уже отпраздновали своё столетие, мы ведём отсчёт от Иса Николаевича Вертинского, и до сегодняшнего дня. На что ориентируешься ты, когда ты создаёшь абсолютно свой, самодостаточный, свой обычный песенный материал? Это то, что я слышал в детстве. Я помню этот магнитофон у папы, комета, с зелёным глазком, очень симпатичный. Сегодня стильно бы смотрелся в любом интерьере. И помню некий такой был одессит, он очень рано погиб. Фамилия то ли Белинзон, то ли ещё что-то похожее такое. Он пел, я помню, какой-то стрелочник балда остановил все поезда, сигналом, 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 кондуктором, мать её ***, сказал нам пешком идти по шпалам, по шпалам, по шпалам. Вот это я услышал в пять лет и спел в садике. Там особого восторга это не вызвало. А потом ещё мной была спята песня «За хлеб и воду и за свободу» на горшке. То есть нас посадили на горшок, и я вдруг запел «За хлеб и воду и за свободу, спасибо нашему советскому народу, за ночи в тюрьмах, допросы в муре, спасибо нашей городской...» Да, это, если я не ошибаюсь, это... Это Высоцкий, да? А я думал, это Лешковский, нет? Высоцкий, да? Высоцкий, самый первый царь. Да, и вот... А, Лешковский это товарищ Сталин, большой учёный, да? Да, это я тоже пел в садике. Ну, то есть родители мои ходили в первый отдел объясняться, потому что я посещал садик очень интересный, то есть садик работников КГБ и милиции. У нас был такой сводный садик работников КГБ и милиции, очень элитный, и по блату моя бабушка хирургом была знаменитым, с ней не хотели связываться, и, значит, по блату меня устроили в этот садик. Вот там уже всё это и начиналось. Я думаю, что-то отложилось, конечно. То есть любовь вот к жанру отложилась в то время, я думаю, здорово. Вот почему вот я вот начал писать песни, вот, наверное, я так думаю. Хотя, как бы, потом же мы слушали уже другое что-то, там, Макаревич, да, вот и так далее, западная куча музыки. Вот, ну вот, всё-таки, наверное, Высоцкий – это основной ориентир. То есть не то, что ориентир, это вот такое вдохновение внутреннее, которое до сих пор вот сколько, сколько, чего не слушаешь, а это, это Пушкин. То есть нашего времени. А из современных коллег по цеху, вот, кто близок по духу? Ой, огромное количество, я просто даже не знаю. То есть есть очень талантливые ребята. Я думаю, что тут очень по-разному. Вот у современных коллег, то есть у кого-то мне нравится стих, у кого-то мне нравится музыкальное обрамление стиха, да, у кого-то, скажем, сейчас же жанр-то многолик, многопластов, да, но мы, наверное, будем говорить о авторах-исполнителях, то есть всё-таки не о певцах, всё-таки о людях, которые пишут вот и музыку, и стихи, да, наверное, так. В первую очередь. Вот, но я думаю, что, потому что, например, если говорить о человеке, который пишет музыку в этом жанре, то я считаю, самым способным на сегодняшний день композитором – это Слуцкого, Игорь. Он даже, по-моему, написал пару стихов, пара-тройка стихов у него есть. Не знаю точно, по-моему, есть. Он предпочитает музыку. Да. Ну, конечно же, то есть, говорим о современниках, это Татаразенбаум. Я думаю, что, я больше не могу назвать, то есть, наверное, никого. Хотя есть очень много хороших, конечно, исполнителей, то есть, великолепных. Там, ну, там одна песня, две. То есть, ну, вот, если говорить о целом, если говорить о пласт, да, музыкальный пласт, то, конечно, это Разенбам. Особенно ранний Разенбам. В той студии, в которой находишься, Саняк Ильич записал за 10 лет 10 своих альбомов. Ну, вот я уже про них. Начиная с 1994 по 2002 год. Практически календарное десятилетие. А наша студия выпустила, и они впервые были обнароданы в современном, в основном качестве, те альбомы, которые Саняк Ильич записал в 80-е годы. Те альбомы, которые, как сам он говорил, проложили ему дорогу к людям. Это альбомы 82-го года памяти Аркадия Северного и 83-го года ноябрь новые песни. Они тоже вышли непосредственно из наших рук. Они были восстановлены у нас, те самые любительские записи 80-х годов. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы люди знали твое мнение об этом. Потому что я считаю, что твое творчество, оно очень во многом строится на канонах правильной городской песни, правильной городской поэзии. И то, что в медицинское образование и у тебя Саняк Ильич, это просто случайность. Мы разные совершенно, и как бы Розенбаум это просто классик и так далее. Но если говорить о людях, которые заканчивали мединституты, то, как правило, это люди с нетехническим складом ума, то есть это творческие, как правило, люди в основном. Потому что кто не творческий, те стали хирургами, врачами узкой направленности, а остальные, вот очень много у нас талантливых. Я вспоминаю свой курс, я вспоминаю наше время в институте. У нас можно было, я легко собирал группу, легко собирал оркестр, любой. И мы побеждали на всех конкурсах. У нас такие музыканты прекрасно учились, что... Вы можете представить, консерваторские музыканты, которые имели высшее музыкальное образование, заканчивая консерваторию, они проигрывали нам все конкурсы, они ничего не могли сделать, они играли хуже, они пели хуже. Позвонил я к ней с бурлящего вокзала, мой чемоданок был куда-то навсегда. И вот осталась у меня одна гитара, сиреневетка и открытая душа. И я пошел куда пешком на Бессарапу, пустой и небо ничего, кроме любви. Украли все и даже старую тетрадку, и для нее писал какие-то стихи. Я столкнулся с этим вопросом, в общем, совершенно неожиданно для себя. Я всегда говорю о том, что есть хорошие песни, которые создает конкретный человек, и эти песни вдруг уходят в народ. И потом огромное количество людей начинает говорить о том, что эти вещи они слышали когда-либо, и что эти песни их молодости, их детства, эти песни пели прадеды. Да, и вот как раз я хочу поговорить с темой сегодня, поскольку я не знал об этой проблеме раньше с конкретным произведением, но всегда знал, что вещь под названием «Плановая» принадлежит тебе. Она была записана в альбоме «Киевлянка», который я показывал в эфире своей программы «Ночное такси» очень много лет назад. Тогда, когда эта программа только появилась в эфире, в 1994 году, 12 лет назад. И вдруг выяснилось, и об этом стали говорить люди, что уважаемый мной, я знаю и тобой, певец из Лос-Анджелеса Борис Давидьян, иными словами Бока, исполняет это произведение, и почему-то все люди, которым доводилось слышать его исполнение Боки, говорят о том, что это вещь, которая принадлежит по авторству. Именно ему. Для меня, признаться это в новинку, я знаю, что Бока эту вещь исполняет, но я также нисколько не сомневаюсь в том, что авторство принадлежит тебе. Мне бы хотелось, чтобы в этом интервью ты обязательно высказал мнение на эту тему, поскольку ты с этой проблемой сталкивался больше, чем я. Совершенно для себя случайно, неожиданно столкнулся. Это даже не то, что проблема, это факт, который я узнал от великолепного грузинского музыканта, певца, скрипачатом, аренжировщика Соса Павляшвили. Он мне рассказал о том, что он говорит, брат, а почему Бока Джан говорит, что эта песня плановая, это его песня. Я думал, он шутит, а потом он выяснил, что нет, что оказывается, ну не знаю, говорит ли Бока впрямую это, но то, что он забывает сказать, что песня плановая, это песня моя, это точно. Причем забывает даже в альбоме, да. То есть даже не взяв, так сказать, не взяв право издавать эту песню, я бы, ради Бога, я бы разрешил, уважаемый певец армянского народа, великий сын армянского народа, вот пойте, ради Бога. Но напишите, автор музыки и стихов Гарри Кричевский, ни разу не бывавший, в скобках, в Баку человек, написавший эту песню в 1989 году. Вот, и самое интересное другое, что, как сегодня выяснилось в Санкт-Петербурге, я сидел за столом с хозяином ресторана, который сказал мне, что мою песню, которая была написана в 1989 году, он пел в 1946-м, да, или в 1949-м году в Баку в беседке под гитару. Вот против этого факта я уже... Я вспоминаю, когда люди абсолютно уверенно говорили о том, что Высоцкий воевал, и что я с ним сидел в одном окопе, и мне тут же вспомнился случай, тоже курьезный, когда у меня был первый мой концерт, такой настоящий, в концертном зале Украина в Киеве, 3000 человек, там, и так далее, и так далее, продались все билеты, это был бум, тогда вот песня «Привокзальная», мой номер 245, это... Потом эту эстафету бума, это вот перехватил Миша Круг, и тоже собирал полный зал. Это был тот период, когда я мог приехать с вот такой афишкой, вот там на билете написанной, «Гарри Кричевский, мой номер 245», и собирался стадион. Это было в период с, там, 96-го, по-моему, там, или с 95-го, по 97-й год. И вот в этот период концерт в Украине сидит моя мама, там, в седьмую ряду, сидит папа, а рядом с мамой сидит молодой человек, значит, весь в мастях, и он говорит, я с Гариком вместе мотал срок там-то и там-то, а потом этапом перебросили туда, это моей маме. Мама в шоке, она говорит, это мой сын, он ни разу, он в два раза за всю нашу сложную молодость, переходной возраст, он там был в комнате милиции, и то один раз ни за что, то есть, как бы, это все ходки. То есть, была ходка в детскую комнату милиции один раз. То есть, за то, что там футбольным мячом там три или четыре окна мы положили за один матч там где-то. Все. То есть, как бы, да ну что вы мне рассказываете, женщина, он говорит ей, моей маме. Абсолютно. То есть, поэтому, как бы, я ничему не удивляюсь, но мне не очень приятно, как бы, я не знаю, Бога виноват в этом, своим молчанием, да, упорным, а может быть, где-то и позиционированием. То ли это действительно, как бы, люди не могут сопоставить, что человек, там, не будучи кавказским, лицом кавказской национальности, как в России говорят, да, ЛКМом, написал, вот, пара-тройку восточных песен. У меня сейчас серия вторая с песней Тани Джан, я уже сегодня тебе рассказывал. Ко мне на сайт пришло ругательное письмо о том, что, почему вы, песня Тани Джан, присвоили себе авторство. Эта песня принадлежит группе какой-то там со сложным азербайджанским названием. Вот. Я даже представляю механизмы, то есть, видимо, ребята услышали песню в альбоме или по радио, переиграли ее, где-то записали, и кто-то, кому-то попалась ихняя запись, так сказать, а потом уже моя, или моя даже не попалась. И тут они вдруг понимают, что автор не эта группа, а я. Вот. Ну, я к этому отношусь более спокойно. То есть, моя жена, например, она вот не может пережить. У нас в Киеве в одно время крутили песню, мою песню «Осенний вечер», где вместо припева «Осенний вечер не льет, не парит», «Осенний вечер тебя мне дарят». Пели слова «Оренбургский вечер не льет, не парит», «Оренбургский вечер тебя мне дарят». Пел человек голосом Михаила Захаровича, но не он там, интонационно. Но к этому отношусь спокойно. Какая-то ресторанная группа себя записала, там переделала, ради бога, это никаких проблем. Но мне кажется, что вот такой великий певец, известный, с мировым именем, у Боки мировое имя, его знают все армяне всего мира, он бы мог позволить себе, наверное, не опускаться до уровня молчания хотя бы. Даже если он молчал, я считаю, это даже преступное молчание. Если он даже не говорил, что это он автор этой песни, но ему было приятно слышать, что вокруг говорили. Потому что, например, у меня есть аналогичный случай, после, я тебе тоже рассказывал, я повторю это зрителям нашим, о том, что после одной телепрограммы киевской, когда там надо было по сценарию спеть 10 своих песен и одну чужую, любимую, я на свою, к своему ужасу, как сейчас я понимаю, выбрал песню Александра Яковлевича Розенбаума «Хрещатик». и мои музыканты сыграли, я спел, после чего, наверное, после этого абсолютно вся страна считает, что, я говорю сейчас про Украину, и думаю, что в России та же ситуация, и не только Украина, Израиль, Америка, Германия, считают, что это моя песня, то есть автор песни я, а исполняет ее Шуфутински. То есть полный бред. Я всем рассказываю, что это не так абсолютно. Я получаю записки на концертах спеть эту песню. Никогда не делаю этого. Ну вот. И постоянно говорю о том, что автор этой песни Розенбаум. Автор этой песни Розенбаум. Вот я призываю товарища Боку делать то же самое с моей песней «Плановая». Дорогие мои, я нахожусь святом для нашего жанра мести и городе. И вот я считаю, что существует, наверное, три столицы нашего жанра. Это Санкт-Петербург, это Киев и Одесса. Это города, где было написано, наверное, наибольшее количество песен классики, начало нашего жанра. Москва еще, конечно, извините, Москва. И вот студия «Ночной такси», где мы находимся, это место уникальное абсолютно для нашего жанра. И вот находясь сейчас в этой студии, я хочу пожелать вам, дорогие мои, чтобы вы оставались на волнах радиостанции, где есть слово шансон, потому что вы, мы делаем все, что мы делаем, мы делаем для вас. И ваше участие, как слушателей, это самое главное. Мы будем дальше работать, мы будем развивать жанр, мы не остановимся на месте. Я гарантирую, что жанр будет меняться с временем в лучшую сторону. То есть мы не будем делать так, что этот жанр останется только в 60-70-80-90-е годы, в том времени. Я гарантирую, что жанр будет слушать молодежь, и уже это происходит благодаря вот таким вот гениальным сподвижникам, как Саша Фрумен, придумавший, отбеливший наш жанр словом шансон. Будем ли это все делать? Я думаю, что вот мой альбом, который я надеюсь выпущу, я его привезу обязательно в ваши города. Приедут со мной мои друзья, и вы поймете, что мы с вами, мы всегда рядом, мы развиваемся так же, как и вы. Удачи вам!